Поскольку мы работаем в сфере энергетики, мы считаем, что будущее в сфере энергетики. Во-первых, энергетика это отрасль на стыке всех отраслей. И сельское хозяйство, и металлургия, и образование, все завязано с энергетикой. Поэтому будущее в любом случае там. Ну и, конечно, инновации без цифровой экономики тоже никак. Соответственно, будущее за цифровой экономикой, энергетикой, и все отрасли вслед за этим шагнут в будущее. Развиваем энергетическую отрасль Африки, не побоимся этого слова. Мы хотим в ближайшие три года довести объем собственной генерации не меньше, чем до 2 гигаватт мощности. Это измеряется в процентах генерации, которые сейчас есть в Африке. Это прямое сотрудничество России и Африки в энергетической сфере. И мы хотим занять здесь достойное место. Перспективы, они огромные, как в сфере политической, потому что энергетическое сотрудничество и создание генерации на территории государств партнеров, это возможность и мягкой силы как для нас, так и для тех участников рынка. Второй момент, это экономический, потому что мы генерируем достаточно большой объем валютной выручки. Третий момент, это образовательный, потому что, принося инновационные технологии, создаем высокотехнологические рабочие места, которым обучаем местные африканские персоналы. На сегодняшний день это очень низкая точка входа. Низкая как с точки зрения финансовых затрат, так и с точки зрения скорости. То есть можно открыть достаточно высокоприбыльный бизнес в целом в течение полугода-года. Это невозможно на других рынках сегодня. И второй момент, это открытость этих стран сотрудничества. Долгое время, ну, может быть, это, скажучи грубо, эти страны использовали, да, и колониальный период об этом прямо указывает. И сейчас страны ищут партнерство, и принося партнерство этим государствам, можно добиться очень быстрых успехов сотрудничества с ними. Административная поддержка очень высока. Фактически любой бизнес, можно, ну, почти по звонку зайти в любое министерство. И первое, что ты там услышишь, что мы можем для вас сделать. То есть заходя в энергетическую сферу, в сфере переработки мусора в энергию, государство открыто настолько, что они готовы формировать совместную энергетическую программу. Они готовы разрабатывать на наших рекомендациях собственные госпрограммы по утилизации мусора, по созданию распределённых центров энергетики, по системам тарификации, как утилизационных для мусора, так и энергетических. Поэтому административная поддержка на очень высоком уровне. И их правительство самые открытые правительства в мире, наверное, сегодня. Они не всегда могут даже сделать то, что декларируют, но всегда хотят.